Тверские ветеринары бьют тревогу. Если ваш питомец получил травму, надо срочно обратиться к специалистам. По статистике, одна из самых частых причин травматизма у собак – это ДТП. При этом врачи фиксируют различные типы переломов, каждый из которых опасен по-своему. Как должен проходить процесс восстановления у собак, выяснила наша съемочная группа. Джиму уже 4 года. Его хозяйка Сандрина случайно увидела его на рынке в коробке и сразу захотела забрать к себе. Однако недавно Джим потерял свою активность и Сандрина решила обратиться к специалистам. Джим похудел, стал менее активный. Мы обратились к врачу и нам посоветовали пройти занятия под контролем врача-реабилитолога, потому что у него снизился тонус мышц. Ветеринары отмечают, чем раньше хозяева обращаются к реабилитологу, тем эффективнее будет результат. При этом посещать ветбольницу каждый день нет необходимости. С питомцем занимается опытный ветеринар-реабилитолог. Так как собачка у нас невысокая, расположение перегородочек находится на уровне скакательного сустава. Сейчас в центре проходит процесс восстановления пёс по кличке Бакс. Его привезли сюда после того, как он попал под машину. У него были переломаны обе тазовые конечности. Он не ходил. Он перенёс несколько операций. Буквально около недели назад мы окончательно сняли всю конструкцию, которая держала его лапы. С ним занимаются с ноября прошлого года. Сейчас он практически поправился. Раньше у Бакса не было хозяев, однако недавно они нашлись. И скоро он отправится домой. Реабилитационный кабинет для животных единственный в нашей области. Он открылся в начале этого года. В день здесь бывает от трёх до пяти собак. Это проблемы с позвоночником, проблемы с переломами, тазовые, грудные конечности. Это чаще всего. Процесс восстановления может продолжаться от месяца до года. Всё зависит от того, как занимается пациент и будут ли проводиться с ним упражнения дома. В центре с собаками занимаются растяжкой, укреплением мускулатуры и суставов. Массаж является необходимым условием для реабилитации. Действительно, мы помогаем расслаблять мускулатуру, которая находится в гипертонусе у собак, на все конечности, на позвоночник, на шейный отдел позвоночника. Поэтому массаж очень важен. В дальнейших планах у клиники приобретение водной беговой дорожки для занятий. Она будет помогать тем пациентам, что плохо ходит. При серьёзных повреждениях питомцам, так же как и человеку, требуется постороннее вмешательство и прохождение реабилитации.